Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун, автор проекта Life's Row, проекта о здоровом питании, сыроедении и фатрианстве. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему рецепты на сыроедение. Друзья, самый лучший рецепт на сыроедение, это же, конечно, просто наши плоды, просто наши фрукты, просто наши овощи, не смешанные ни с чем. Это называется моносыроедение, и необходимо кушать такой фрукт, например, либо овощ, до того момента, пока ты не насытился, пока ты не утолил свое чувство истинного голода. Но такой здесь момент, что прийти к такому сыроедению, очень простому и очень легкому, достаточно непросто, и на это потребуется время. Конечно же, сразу после традиционного питания вы не сможете есть только, например, одни мандарины и ими насытиться. Здесь нужно все делать постепенно, не поднимать сразу 100 кг, хотя бы сначала поднять 50 и так далее, дело в постепенности. Я рекомендую вам на первоначальном этапе готовить, но блюда должны быть не слишком многосложными, не больше, чем 5 ингредиентов, и, что очень важно, эти блюда не должны быть жирными. Перестаньте, переставайте потихонечку использовать масло в салатах, масло, которое содержится в орехах, семечках. Потребление жира в вашем ежедневном рационе не должно превышать 10%, и тогда все будет отлично с вашим здоровьем, и это будет правильное сыроедение. Налегайте на клетчатку, ешьте белки и углеводы. Я рекомендую питаться по системе Дугласа Грэма 80-10 на 10, то есть 10% жиров, 10% белков и 80% углеводов. Так, что есть из интересных рецептов? Например, делайте салаты различные, салаты с овощами и заправляйте либо соком грейпфрута, мне очень нравился такой салат, либо заправляйте лимонным соком, либо апельсин. Получаются очень неплохие салаты. Также на совсем таком переходном периоде я часто делала овсяную кашу живую. Брала проростки овса, смешивала их с ягодами в блендере, и получалась такая вот замечательная каша. И дети ваши, кстати, будут от такой каши в восторге. Делала я очень часто различные смузи. Банан, яблоко, например, клюква у меня была. Очень вкусно, я очень рекомендую. Но постепенно-постепенно я вытесняла из своего рациона все зерновые, и от орехов отказалась так же. Потому что все-таки это не является нашей видовой едой, и это не может полноценно усваиваться в нашем организме. Будьте здоровы! До новых встреч! Переходите вместе со мной на строедение. С вами была Кира Штафун.